Погода слегка подпортила сценарий открытия Зорницы. Дождь загнал всех участников под крышу спортзала, где в тесноте, но не в обиде, дали торжественный старт первой окружной Зорницы. Для нашей области Зорница – дело знакомое и привычное. Только в этом году в областных состязаниях разного уровня приняло участие свыше 23 тысяч ребят. Потому выбор места первых в истории окружных игр понятен. Вы не увидите ни одной столичной команды. Субъекты повернулись лицом, именно принципиально подошли к отбору команд. И сегодня здесь ребята, которые от школы, пройдя через муниципальные соревнования, региональные, оказались здесь. Наверное, это стоило того, чтобы зачинать вот такой добрый посыл, придать этим соревнованиям. Это здорово, что вернулись к тому, что когда-то было. Вернулись к тому и получили такое развитие. Я скажу вам, что вот то, что делается сегодня округом, это тоже, о чем я говорил, очень важно. Чем больше таких окружных мероприятий, которые потом выходят на российские, это же только прогресс, это же только движение вперед. И мы все должны это поддерживать и будем это делать. Воспитание патриотов и просто сильных телом и духом людей нынче не пустой звук. Для людей в погонах это особенно приятно, ведь тогда у них появляется достойная смена. Есть такое понятие, вы знаете, военно-патриотическое воспитание. Вроде бы сухая фраза, но для меня, как действующего генерала, офицера, это очень серьезно. Говорят, молодежь плохая. Я не считаю, что наша молодежь плохая. Наша молодежь принудила Грузию к миру. Наша молодежь завершила контртеррористическую операцию на Северном Кавказе. Наша молодежь несет боевое дежурство, в том числе в шахтах, плывет в подводных лодках. У нас хорошая молодежь. Участники соревнований – мальчишки и девчонки 14-15 лет, победители областных состязаний. Таким образом в Оренбург приехали лучшие из лучших. Мы готовились очень серьезно. Каждый день тренировки по два, по три часа. Особенно уделяли внимание строевой подготовке, спортивной подготовке, полосе препятствий. Все немножко знаем. Кое-где, что. Так что посмотрим, что будет. Ну, уже принимал участие, я так понимаю, в таких? Да, ну, на всероссийских нет, но так, в областных, да. Принимал участие, в районах принимал участие. За время проведения Зорницы в Оренбурже сформировалась традиция. Команда-победитель получает в подарок главный приз соревнований – переходящее знамя. Специально для Зорницы по Волжье также разработали переходящее знамя, которое в этом году впервые получит команда, победившая в играх. Максим Стародомов, Дмитрий Примачек. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok